МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Обратная связь. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладоков ответил на самые актуальные вопросы горожан. Помощь сердцу в республиканском кардиодиспансере установили 8 комплексов под названием «Чистые операционные». Хорошая тенденция. Сельские дома культуры как центр притяжения жителей. Сегодня стало известно, что Центробанк отозвал лицензию Чебоксарского банка «Мегаполис». Разумеется, после истории с Чувашкредитпромбанком у вкладчиков возникло множество вопросов и опасений. Министр финансов Чуваший Михаил Ноздряков пояснил, «Мегаполис» был участником системы страхования вкладов, поэтому выплаты возьмет на себя соответствующее агентство. Банк «Мегаполис» являлся участником системы страхования вкладов. Соответственно, на сумму страхового возмещения, то есть 100% наличия средств во вкладе вместе с процентами, на одного вкладчика, на предельную сумму страхового возмещения, 1 миллион 400 тысяч, будут выплачены средства. Сегодня уже озвучены сроки, что до 1 апреля будет определён банк-агент, и до 9 апреля начнётся выплата. Вспоминая историю по Чувашкредитпромбанку, хотел отметить, что ситуация несколько поменялась. После того негативного события была законодательная инициатива на тот момент депутата Олега Алексеевича Николаева, нашего главы Чувашской республики, и депутата Аксакова. Был внесён законопроект, и он был согласован и принят в мае прошлого года и вступил в действие закон федеральный по внесению изменения в закон о страховании вкладов, где была существенно расширена категория тех, кто подпадает под закон о страховании вкладов. То есть туда были включены также малые предприятия, которые находятся в реестре, и некоммерческие организации в части благотворительных, религиозных организаций, товарищцев собственных жилья. То здесь всё-таки удар будет не такой сильный. Ситуацию с Банком Мегаполис и ряд других вопросов обсудили сегодня на коллегии Министерства финансов Чувашии. Итоги исполнения бюджета Чувашской республики за 2020 год выглядят следующим образом. Рост по доходам почти 20%. В абсолютных цифрах это 70 с лишним миллиардов. По росту доходов республика занимает пятое место в ПФО. Расходы по сравнению с предыдущим годом увеличились на 26%. Наибольший рост расходов отмечается по таким направлениям, как здравоохранение, социальная политика, культура, охрана окружающей среды и ЖКХ. Коллегии Министерства финансов и Общественный совет ведомства обсудили задачи на текущий год. Повышение эффективности использования бюджетных средств, прозрачности управления финансами, финансовой грамотности населения. Партия «Единая Россия» в этом году вновь проводит предварительное голосование. Стать кандидатами на предстоящих выборах могут все желающие. Для этого необходимо подать заявление. Официальным кандидатом станет тот, за кого проголосует большинство. Регистрация продлится до 29 апреля. На прошлой неделе заявление подал Сергей Артамонов, министр сельского хозяйства Чувашской республики. Сегодня необходимые документы сдал главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев, депутат Госсовета республики. Для него участие в процедуре предварительного голосования не первое. В 2016 году он уже проходил через такую процедуру. От благоустройства дворов, реконструкции ливневых сооружений, главных столичных магистралей, до строительства новых школ и детсадов. Глава администрации Чебоксара Алексей Ладоков провел прямую линию, в ходе которой ответил на самые актуальные вопросы горожан. За полтора часа их поступило более двух десятков. Большинство обращений по поводу дальнейшего благоустройства столицы и вводы в эксплуатацию новых социальных объектов. Беспокоит горожан заморозка строительства школы в микрорайоне Садовый. Да, на сегодняшний день стройка практически заморожена, движения нет. Это связано с тем, что мы расторгли договор с подрядной организацией, которая не выполняла работы в соответствии с установленным графиком. Контракт расторгнут, поэтому работы никакие на стройке сегодня не ведутся. В ближайшее время, в месяц-полтора, мы планируем заключить контракт с новой подрядной организацией в соответствии с действующим законодательством, выйти на площадку и ускоренными темпами вести строительство. Так, чтобы к сентябрю следующего года ввести объект в эксплуатацию и запустить учебный процесс. В этом году и в последующей на карте столицы появится семь строительных площадок. Микрорайонный университет, Лента, Новый город, Акварель и Солнечный адреса будущих школ. Много было задано вопросов по поводу транспортной реформы. Жители Солнечного интересуются, когда к ним придет 10-й троллейбусный маршрут. Уже большая часть троллейбусов поступила. Мы получили 44 троллейбуса обычных и получаем уже троллейбусы с автономным ходом. Поэтому, как и было заявлено, планируем в апреле поставить троллейбусы на линию и в том числе, запустив троллейбусы с автономным ходом, зайти с ними в микрорайон Солнечный. В ходе прямой линии прозвучал интересный вариант решения проблемы нехватки парковочных мест. Люди платят годовой абонемент за парковочные места. Так я понимаю, что все дороги принадлежат городу. Да, мы это внедряем. У нас абонементы уже продаются. И есть автолюбители, которые их приобретают и пользуются. В столице обветшали пешеходные тротуары. 70% из них нуждаются в ремонте. На эти цели направлено 870 миллионов рублей. И в этом году работы по благоустройству проведут по 14 адресам. Практика показала, что обсуждение проектов благоустройства с горожанами на открытых площадках позволяет выявить лучшие идеи. Так, к примеру, сейчас на стадии разработки обновления Казанской набережной. После того, как концепция реконструкции будет одобрена горожанами, специалисты приступят к проектированию. Мы поставили этот объект в комплексную программу развития города на 2020-2025 годы. И нужно сделать все возможное для того, чтобы этот проект был реализован. Застройщиками микрорайона Новый город, микрорайон Олимп привлекли архитекторов. И работаем сейчас над концепцией, над разработкой концепции и мастер-плана. Жители обратили внимание главы администрации и на неработающий подъемник в жилом комплексе Ясная Поляна. Его установили в прошлом году для маломобильных граждан. Причем строительство лестницы с подъемником на перепаде высот обошлось городу почти в 3 миллиона рублей. Алексей Владыков сразу же поручил исправить уличный лифт. Еще вопрос у меня по участковому пункту полиции. Вот она очень необходима в данное время в Садовом районе. Из бюджета города выделяем в этом году средства на приобретение двух пунктов рассматриваем микрорайон Солнечный и микрорайон Садовый. Помимо общественной безопасности, граждан волнуют темы транспортного обеспечения, озеленения и благоустройства общественных пространств. Обратная связь позволяет привлечь внимание органов власти к самым актуальным проблемам. Наталья Мальчикова, Михаил Солин. Республика. В поле зрения инспекторов ГИБДД продолжают попадаться нарушители закона. Только за минувшие выходные в республике задержали 21 нетрезвого водителя. 11 автолюбителей управляли транспортным средством, будучи лишенными прав. В Батаревском районе нетрезвый водитель стал виновником аварии, в которой погибло 3 человека. Подробности в сюжете наших коллег из пресс-службы МВД Почувашия. Свой 24-й день рождения житель Лебресинского района встречал в качестве подсудимого по уголовному делу о смертельном ДТП с тремя погибшими. Вечером 13 сентября прошлого года на повороте автодороги Калинина-Батарева-Яльчики в нетрезвом состоянии он не справился с управлением и перевернулся. В машине был его друг и дальние родственники. Все они погибли. Скорость автомобиля была не менее 130 км в час. В этой страшной аварии выжил только водитель. Водитель, которого неоднократно задерживали за рулем пьяным. В январе наш подсудимый был уже осужден и Бресинским мировым судем за административное правонарушение, за то, что сел в нетрезвом состоянии за руль автомобиля. В последующем, в феврале, он снова садится за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, где его останавливают сотрудники ГИБДД. После чего в отношении его возбуждается уголовное дело по статье 264, прим. 1. На этой февральской видеозаписи, предоставленной следствию сотрудниками ГИБДД, молодой человек вместе с тем же другом, который позже погиб в ДТП. Оба в состоянии алкогольного опьянения пытались скрыться от экипажа, а потом свалить вину друг на друга. Это было второе предупреждение судьбы, к которому сельчанин тоже не прислушался. А на третий раз произошла авария с тремя погибшими. Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренном статьями 264, прим. 1, пунктом А, части 6, статьи 264, угол ГОСР и назначить ему наказание. В виде лишения свободы на трок 9 лет, 1 месяц, отбываем наказание в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с правлением всеми видами механических транспортных средств на срок 3 года. В качестве компенсации пострадавшей стороне местному жителю предстоит выплатить полтора миллиона рублей. Подсудимый был взят под стражу в зале суда. Родственники погибших, проходя мимо, осыпали его проклятиями. Приговор еще не вступил в законную силу. Высокотехнологичную медицинскую помощь Чуваши оказывает несколько крупных клиник, в том числе и кардиологический диспансер. Это направление нуждается в постоянной модернизации и обновлении. На этот раз объектом стали операционные. Сегодня пациенту планируется коронарное шунтирование. Больной у нас с двумя инфарктом и в анамнезе. Планируется трех-четырехсосудистый шунтирование с использованием как внутренних грудных артерий, так и вены с левой нижней конечностями. Бригада во главе с Николаем Трофимовым будет оперировать пациента в обновленной операционной. При поддержке Минздрава Чуваши кардиодиспансер приобрел и установил восемь комплексов чистые помещения. Специальная система вентилирования и воздухоотведения используется для профилактики внутрибольничной инфекции и снижения риска послеоперационных осложнений. И это далеко не единственное новшество в работе. Совсем недавно мы ездили в Российский национальный центр хирургии имени Академика Петровского. Обучались хирургическим методом лечения на аорте, на ветвях аорты. Мы ездили командой, мы смотрели не только хирургические методы лечения, но и ансилогическое пособие. Очень многое для себя узнали и уже буквально на днях испробовали данную методику. Новые методики требуют и нового оборудования. В ближайших планах установка нового ангиографического комплекса и другой медицинской техники. В настоящее время заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, занимают первое место по количеству смертей в мире и, соответственно, в России. Поэтому наш кардиоцентр занимается борьбой с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы лечим пациентов с этими заболеваниями. Наука и техника совершенствуются, поэтому все новые и новые виды помощи оказываются, и у нас в том числе. Екатерина Шиверова, Татьяна Раевская, Николай Скворцов, Республика. В Чувашии уже 15 лет работает региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». В него входят крупнейшие предприятия отрасли. Общественная организация помогает в реализации важных задач, стоящих перед машиностроителями, популяризует инженерные и рабочие профессии. 25 марта в ДК Агрегатного завода прошла четвертая отчетно-выборная конференция организации. Делегаты от местных отделений заслушали отчет о работе за 5 лет, поставили новые задачи, избрали делегатов на 7-й съезд «Союз маш России», который пройдет 21 мая этого года в Москве. Машиностроение – ключевая отрасль экономики. В республике работают такие крупные предприятия, как концерн-тракторные заводы, научно-производственный комплекс «Элара», шумерлинский комбинат автофургонов, производственное объединение имени Чапаева и другие. Их представители входят в Союз машиностроителей. Стабильная работа заводов – это гарантия пополнения республиканского бюджета, рабочие места – достойный уровень жизни. Правительство республики активно работает с экспертами Союза при подготовке инвестпроектов. Одна из серьезных задач регионального отделения – ликвидировать дефицит рабочих кадров. Ее решают совместно с колледжами и вузами. Общественная организация сотрудничает с электромеханическим колледжем, государственным университетом. Машиностроители активно участвуют в чемпионате рабочих профессий WorldSkills. Сейчас еще хотим сделать посильнее уклон на работу со школьниками старших классов, для того, чтобы все-таки дети осознанно шли и поступали в учебные заведения, и получали инженерные, рабочие профессии и так далее. Я думаю, что вот в ближайшие год-два – это одна из таких задач будет глобальных, которая даст определенный результат, но через некоторое время. Дорожная карта работы регионального отделения расписана на годы вперед. Многие предприятия стали участниками федеральной программы промышленного туризма. Так что девиз Союза машиностроителей – объединяем тех, кто создает будущее, актуален как никогда. В прошлом году Чувашская республика впервые участвовала в мероприятиях по снижению бедности. Несмотря на то, что из-за пандемии год был не самый благоприятный, службе занятости населения Чувашии удалось трудоустроить на постоянные и временные работы порядка 40 тысяч безработных граждан. За этими цифрами стоят граждане, трудоустроенные в рамках оказания государственной помощи малоимущим на основании социального контракта. Около 1700 человек получили работу, 545 прошли обучение, около 500 получили единовременную помощь на открытие своего дела. В этом году Чувашия снова участвует в программе по снижению бедности. Хотя в нее включены изменения и дополнения, важнейшим фактором, снижающим бедность, по-прежнему остается трудоустройство безработных граждан. Мы вновь в центре занятости. Сегодня в центре занятости города Чебоксар на учете состоят около 100 человек, заключивших социальный контракт. Половина из них имеет высшее и среднее специальное образование. Рабочими специальностями обладают 42 человека. Большая половина из них – женщины, порядка 60 человек. Часть соискателей, возможно, выберут профессиональное обучение, новые специальности или повысит квалификацию, уже имеющуюся для дальнейшего успешного трудоустройства. Но из граждан, которые готовы приступить к работе немедленно, для этой категории граждан мы подбираем потенциальных работодателей и приглашаем на ярмарку вакансий. Из безработных граждан, готовых к трудоустройству здесь и сейчас, в центре занятости формируется фокус-группы с приглашением к ним потенциальных работодателей. Мероприятия по снижению бедности чрезвычайно важны и находятся на особом контроле министерства. В этом году в рамках программы по снижению бедности планируется схватить более 2,5 тысяч граждан. В том числе трудоустроить более 1400 граждан, обучить около 800 граждан. Более 500 граждан получат единовременную финансовую поддержку при открытии собственного дела в размере 250 тысяч рублей. И получат 100 тысяч рублей 150 граждан для ведения личного подсобного хозяйства. Популярны специализированные ярмарки вакансий для малоимущих, имеющих право на трудоустройство с господдержкой по соцконтракту. Я многодетный предпенсионер. Воспитываю троих несовершеннолетних детей. В марте прошлого года я встал на учет в центре занятости по безработице. В феврале этого года я получил направление в центре занятости для трудоустройства в троллейбусном управлении. Меня радует то, что в центре занятости помог мне с трудоустройством в рамках социального контракта. И теперь я дополнительно получаю к своей заработной плате более 10 тысяч рублей государственной поддержки в рамках этой программы. В трудоустройстве через центр занятости заинтересованы и сами работодатели. Нам интересно участие в программе в центре занятости. Это позволяет пополнять и обновлять кадры и состав управления. Особенно ценно, что человек, принятый на работу через центр занятости, получает дополнительно к заработной плате материальную помощь от государства, так называемые подъемные. Трудоустройство и занятость – важное условие для каждого. Это помогает человеку быть уверенным, самодостаточным и социализированным. Трудно переоценить трудоустройство для группы граждан, чей доход ниже установленного прожиточного минимума. Это одно из условий для того, чтобы поднять уровень семьи, их доходность. В прошлом году мы имели очень хороший, неплохой результат взаимодействия органов социальной защиты, муниципалитета, учебных заведений. И добились очень неплохих результатов, которые были оцениваны на федеральном уровне. В этом году мы будем продолжать эту работу в интересах граждан Чувашской республики, чтобы сделать это направление эффективным и востребованным. Инесса Потапова, Георгий Кривошейн, Республика. Хорошую тенденцию отмечают сельские жители. Клубы и дома культуры вновь становятся центрами активной творческой жизни. Во многом благодаря молодым специалистам, решившим, что деревня, село не должны быть в стороне от интересных событий. Ефрем Косинский дом культуры в Валиковском районе не пустует ни днем, ни вечером. Он стал местом притяжения для взрослых и детей. Заведует им Наталья Яковлева. Дом культуры стал для нее тем самым местом, где она вместе с односельчанами реализует все свои творческие идеи. Говорят, что из деревни уезжают люди. Это не так. Очень весело у нас в Доме культуры. Здесь есть и дети, и взрослые коллективы, и пожилые люди также приходят к нам. Вечерами мы играем в теннис, шашки, шахматы. С детьми по субботу мы играем в игру «Мафия». Они очень любят эту интеллектуальную игру. Каждый месяц мы стараемся делать концерты. Наполнить Дом культуры музыкой и танцами непросто. Без дружной команды здесь не обойтись. Коллеги всегда поддерживают Наталью в ее начинаниях. В район в последнее время начали приходить молодые. Наша Наталья Андреевна, она молодая, она мама троих детей. Несмотря на то, что она хорошая хозяйка, не только себя проявляет в работе, в культуре, но и они в прошлом году приняли участие с семьей в республиканском конкурсе «Семья года». Всегда поддерживает нас, дает и советы, как нам работать, как нам трудиться на сцене. За это мы ее очень любим и уважаем. Дому культуры уже 70 лет. Программа инициативного бюджетирования помогла превратить старое здание в современный досуговый центр. Здесь есть и библиотека, которая пользуется большой популярностью у жителей. В уголке истории собраны старинные предметы быта, с помощью которых можно понять, как жили люди в этих местах в прошлом. Есть и современные страницы летописи района. Это все мы делаем для народа. Не зря говорят, если в деревне не слышны детский шум, в клубе шум гармошки, а в поле шум трактора, то жизнь, можно сказать, останавливается. Мы хотим, чтобы вот эти все условия не соблюдались. В ближайших планах Натальи возобновить в клубе дискотеки и концерты. Работники дома культуры уверены, если все делать с душой, то результат не заставит себя ждать. Ольга Семенова, Александр Отюков, Республика. В Краснодаре работает крупнейший молодежный технофорум. Свои инженерные разработки представили школьники и студенты Республики. Молодежь Чувашии представляет свои лучшие инженерные разработки на крупнейшем технофоруме в Краснодаре. Там работает выставочная и коммуникационная площадка в области научно-технического творчества молодежи. Молодые специалисты со всей страны демонстрируют свои уникальные изобретения, инновационные разработки, новые инженерные решения, стартапы в авиации и космонавтике, судостроении, робототехнике. Есть перспективные разработки для российской промышленности и у наших студентов. Свои проекты на технофорум представили воспитанники детского технопарка «Кванториум», студенты Чувашского государственного аграрного университета и Чувашского государственного университета имени Ульянова. Завершается второй сезон окружного фестиваля «Театральное при Волжье». В течение прошлого года во всех регионах округа прошли конкурсы, по результатам которых были отобраны лучшие спектакли молодежных и детских театров. 27 марта в 13 часов в прямом эфире будут объявлены победители и названы имена лучших актеров и актрис. О том, как проходил фестиваль «Театральное при Волжье» в Чувашии, в нашем сюжете. Любите ли вы театр так, как любят его в Чувашии? Второй сезон окружного фестиваля «Театральное при Волжье» показал, молодежь республики комфортно чувствует себя на любой сцене. Сегодня в Чувашии 14 школьных и студенческих театральных коллективов. В 2020 году в конкурсную комиссию поступили 16 заявок. Все актеры-любители театр их увлечения. Но строгое жюри не давало никаких поблажек. Критерии актерского мастерства, режиссерской работы, дальше оформление, музыкальное оформление, сценический образ. Вот по этим критериям будем, ну, так же, как профессиональные театры. Среди финалистов фестиваля студенческий театральный коллектив «Абрикосовый сад» – победитель первого сезона театрального при Волжье. В этот раз они выбрали постановку по повести Герберта Уэллса «Страна слепых». Идея ее воплощения, образы, костюмы, даже свет и звук – все сделали сами. Даже если ребята не свяжут с этим жизнь дальнейшую, то в любом случае это как некий рост личностный. Это… он очень огромен, я так считаю. В номинации «Лучший детский спектакль» Чувашию представляет актерская школа Савельевых театральное агентство «Арслонга» с постановкой «Оскар и розовая дама» по роману Эрика Эммануэля Шмидта. «Лично я наблюдала за ребятами-одноклассниками, за мальчиками из фильмов 10, 11, 12 лет. И цепляла из них какие-то фишки, какие-то жесты, какие-то позы тоже с них брала. И каждый раз, когда я работала на спектакле, у меня прокручивалось. Так, вот это вот делал Рома, вот это вот делал Миша, а вот это вот делал Гарри Поттер». К счастью, пандемия коронавируса не смогла нарушить творческие планы актеров и режиссеров. Активная часть фестиваля пришлась на период, когда ряд ограничений отменили. Поэтому встречи с мастерами сцены, искусствоведами и театральными критиками все-таки состоялись. Молодые актеры, профессионалы и любители активно участвовали в дискуссиях и временами оппонировали гостям. Ведь у каждого свой взгляд на современный театр. Такие встречи позволяют понять новые театральные тенденции, почувствовать зрительский интерес и двигаться дальше. «В первую очередь я хотел бы пожелать, чтобы у них все в жизни получилось, чтобы они прожили насыщенную творческую счастливую жизнь. Но если они вдруг пойдут в это нелегкое дело, в искусство, в театральное искусство или в любую сферу исполнительского искусства, будь то хореография, будь то вокальное исполнение, я буду держать за них кулачки». Напомним, 27 марта, во Всемирный день театра, в режиме онлайн-трансляции, экспертная комиссия подведет итоги фестиваля театральное приволжье. В Чувашии стартует проект «Герои с нашего двора». Это обычные мальчишки и девчонки, живущие рядом с нами, но их целеустремленность творит чудеса. Все они активно занимаются спортом и уже достигли определенных высот. Перед съемкой ребята волнуются не меньше, чем перед спортивными соревнованиями. Ведь билборды с их фотографиями теперь будут украшать города Чуваши. Двоюродные сестры Диана и Катя Строгановы пришли в спорт вдвоем. Хрупкие девушки занимаются стрельбой из лука всего два года, но уже смогли завоевать множество медалей и наград. Катя мне предложила, и я решила пойти на стрельбу. Пришла на ее тренировку, она стреляла на 18 метров, и как раз мне решили давать попробовать. Сейчас такая, хорошо, попробуем. Самое сложное, если в разных луках, если в блочном луке, то это натягивать. А в классическом луке, мне кажется, то, что больше всего прицеливаться там, прицел не такой, как у нас в блочных луках. Конечно, все они только в начале пути. Главные победы еще впереди. Ребята строят планы на будущее, и, конечно, они обязательно сбудутся. Юные спортсмены уверены в своих силах. Я занимаюсь каратес с пяти лет, сейчас мне восемь. У меня больше 30 медалей. Мне очень нравится выступать на соревнованиях, я всегда побеждаю. В будущем я стану самым лучшим каратистом в мире. Сейчас я занимаюсь третлоном уже около семи лет. Я был бронзовым, серебряным призером первенства России, также и выигрывал первенство России. Я очень рад, что мне выпала такая возможность участвовать в этом проекте. Проект только начался. Героем нашего двора может стать каждый. Просто необходимо любить спорт и отдавать ему все силы. А фотографии на улицах городов станут дополнительным символом для сверстников. Ольга Семенова, Дмитрий Салманов, Республика. Это были главные новости пятницы 26 марта. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова